Бабича выставил ваш любимец, он же тоже с ним же постоянно ссорится, не Винни-Пунха. Вот, так он посмотрел, он говорит, ой, я ничего от него уже не ожидал такого, но комментарии порадовали, там так на нему, ему там подписчики так навалили, многие сказали, отписываются. Да от него постоянно отписываются, у него подписчики растут. Ну, украинцы подписываются. С этим он с отрезанием пальцев выдал, я просто в шоке. Ну, человек, видно, считает, что все средства хороши, для него вообще нету никаких тормозов. Ну, ничего сказать. Он же там и Израиль оправдывает все, что там в газе творится. Попадался он каким-то другим стримерам, и ему наши стримеры задавали вопрос по поводу действий по поводу газа, методы террористов. Вообще, никто не обратил внимания, у меня и в комментариях никто не обратил, на его фразу, что люди делятся на две категории. Те, которые полезны тебе, то есть готовы тебе служить, служить твоим целям, да? И те, которые бесполезны и мешают. И это абсолютно, скажем так, выжимка из идеи богоизбранности. Вот-вот-вот. Что мы богоизбраны, или ты мой слуга и служишь мне, или ты скот, который подлежит уничтожению. То есть тебя надо использовать там как-то лучше. У нас идеологии складываются из идеи спасения души. Понимаете? Я привел пример фильм «Сестры». Не смотрели вы его? Не помню, но это не почерпал. Балабановый фильм, там Бодров играет. Там две девочки, у них отец и папа бандит. На него наехали другие бандиты. И они, короче, скрываются там. Их отвезли там на какой-то остров. Те бандиты, значит, через мента их находят. Мент их везет туда на остров, где они скрываются. Там сараев каком-то. Ну, подростки. Одно лет 13, другое лет, может, 9 даже. 9-10. И мент, который пока их везет, до него доходит, что, ну, девчонок убьют или что-то нехорошее сделают. Что-то тревожные пассажиры. И он начинает петлять, убегать, там, драться, стреляться с этими бандитами. Но только не отдают. Его в итоге убивают. Этого мента. И он, несмотря на то, что он продажный, продажный, то есть у него стоял выбор. Ну, иди сдай этих девчонок, да? Вот. Как Бабичев, пальцы отрезать надо, отрежь. Сдать, сдашь. Нет, он все-таки пошел и подох, этот мент. Погиб. Какой бы он там ни был. Почему? Потому что спасение души, ну, ты не можешь на душу такой грек взять. И как бы мы там, какие бы мы атеистами мы не были, у нас вот это православное мировоззрение, православная традиция, совесть, она до сих пор определяет наше поведение. И вот эти два мировоззрения наши, они сталкиваются. Есть мировоззрение западной, англосаксонской, христианской цивилизации. Есть мировоззрение индусов, китайцев. Это все, оно основано на религиозных идеях, на нравственных. И такая идея в мире не одна. И когда говорят, что правят всем евреи, я с этим не соглашаюсь. Да, они какое-то влияние оказывают, они очень сильны, но они не правят всем. Пока существуют идеи, пока существует буддизм, правоиндуизм, православная церковь, западная католическая церковь, они никогда не будут править. Потому что вот это столкновение религиозное, оно формирует поведение людей, их отношения. То, как люди думают, то, как люди поступают. И, в принципе, последние сто лет сейчас они своей целью поставили вот это религиозное мировоззрение и религии уничтожить, обесценить их, обхамить, уничтожить. И тогда им уже легче будет продвигаться. Своё же религиозное мировоззрение они сохраняют. Уже говорят, что в Израиле к 30-му или к 40-му году 60% населения будут хасиды верующие. А они не работают. Они не работают, их содержит государство. Остальные вот работающие, как его, атеисты, ну вот эти евреи, которые съезжаются туда, которые там субботу не соблюдают, там свинину едят. Ну, светские евреи, да? Да. Они нужны, чтобы вот обслуживать вот этих вот верующих, которые молятся, рожают детей. Вот насколько важно религия и мировоззрение. Вот я это не буду выставлять. Потому что мне вот эта еврейская тема, я какую каждый раз затрону, у меня начинается кино и немцы, и бурление там в комментариях, чего надо и не надо. Вот. И, скажем так, есть пока вещи более важные, которые хочу донести до людей, более действенные. Ну, а вы знаете, пару комментариев вот по поводу того, что вы сказали, Федор. Первое, это то, что насчет выбора. Вот с предыдущего вашего интервью с кем-то вот другим, с каким-то вот мужчин такой был в очках, вы там привели киву. И я думаю, что вот это вот то же самое, да? То есть отрезать пальцы и не отрезать, у кивы тоже вот был этот же самый выбор, да? Он был поставлен... То есть это с другого интервью, я просто делаю аналогию с другого интервью, когда вы Киеву вспомнили. А можно я вот вам... Да, 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 однозначно. Расскажу, почему я так решил. История была какая. Когда я был на телевидении, я в гримёрке сидел после эфира. Ну, вот пока такси не приехало, там потом так вот, ну, вежливо сказать, все, такси приехало, вставайте. Вот. И я пока сижу, тут скачко сидит, там еще женщина одна с передачи ждут, когда за ними приедут. И вдруг на пороге этого студии, ну, где все, вот, редакция, там, гримёрка, появляется кива и идёт ко мне, прямо в целиноправе, как трактор, как носорог. Он здоровый такой вот, реально, как камень. Он подходит, раз, мне руку прямо под нос. Я аж растерялся, я сижу, думаю, блин, на скачко посмотрел, на редактор, думаю, что такое, понять не могу. Я его не знаю. Вернее, я его знаю, но он-то меня не знает. Чего ему надо? Вот, я в таком, думаю, ну, какой-то подвох. Я эту руку рассунул. Ну, я не решился там скандалить, что-то говорить ему. Чужое место неуместно, да? Вот. Дал ему руку, он пожал, почувствовал мою реакцию, видимо, развернулся молча и ушёл. Я ходил, мучился, да что же это такое? Что произошло? Откуда он взялся? Понимаете? Ну, вот с какой стати, это вот настолько было явно. И потом я, кажется, с Нижаной Егоровой разговаривал, вот, а я не помню, как она мне надоумила. Я понял, что он просто в другой студии смотрел эфир со мной. Что-то, видимо, ему понравилось, и он пришёл пожать мне руку. Вот. И я помню, что я сказал, что это не конфликт русских и украинцев, это культурный раскол, который прошёл по семьям, и по Украине там, и по России, и по Германии, и что оказались по разной стороне люди одной национальности и даже одной фамилии. Сказал так, глядя в глаза Гордону. Это на ток-шоу Гордона нашего было. Вот. Думаю, ну да. И всё равно у меня вот свербило это как-то, ну, понятно, что... Ну, что я такого сказал там, да? Вот то, что раскол... Ну, раскол вроде. Мысль достаточно очевидная. И потом я еду где-то недели две-три назад на машине, по радио слушаю этот... Радио 107, Вести ФМ, рубрику что-то про Европу ведёт этот Сергеенко, Владимир Сергеенко, который тоже был на этой передаче. Вот напротив меня он стоял. Вот. И вдруг он выдаёт такую фразу, говорит, я порой и сам начинаю думать, может, действительно, это конфликт между теми, кто совесть потерял и кто совесть сохранил. Я такой усмехнулся, думаю, что, ну, вот, моя же фраза, я же её сказал тогда на этом ток-шоу. Вот. И до неё только дошло там, через год он начал это. Ну, видно, она у неё в голове засела. Я к ней еду, и вдруг я вспоминаю, что я, да, я же её на ток-шоу сказал и сказал её прямо после вот той фразы, что это культурный раскол, который поделил людей и поделил на тех, кто совесть потерял, а кто совесть сохранил. И до меня прям, бэм, как молния. Вот что Кива-то услышал. Понимаете? Вот что он услышал, нашёл меня из другой студии, пришёл, опожал мне руку. То есть это значит, я прямо вот попал вот в самое больное его место. Я думаю, что так оно и есть, так, видимо, оно и было. И вот когда вы сказали, что он потом в конце перешёл на светлую сторону, да, то есть вы вот, это, видимо, был итог вот этого выбора, который ему нужно было сделать. И он в итоге всё-таки... Он не смог какие-то гадости, да, какие-то вот отрезать пальцы, ещё что-то, или, по крайней мере, это, ну, в той грязи оказаться. Угу. Ну, тем не менее, вы знаете, вот этот известный блогер, да, который предложил отрезать пальцы, как это вроде как нормально, я вот чему удивляюсь, что... Детям. Детям, да. Что куча вот этих друзей, которые якобы пророссийские, его вот Юра был, да, вот известный. С Юрой у меня уже тоже было несколько бесед, он просто топит за Бабичева, просто стоит за него. Я не знаю, что за Юра кто-то. Он у вас был тоже интервью, он вечно с Бабичевым на стриме, такой, этот седоватый, там же в Пенсильвании, где он и живет. Он у вас был. Да, знаю, да, да. Да, он такой, вроде как он, такой пророссийский, но как касается Бабичева, он просто вот у них, у всех, у них... Ну, он считает, что Бабичев, что Бабичев тоже пророссийский. Да, Бабичев может и пророссийский по-своему, да, я не спорю, но, как это объяснить, у меня несогласие с ним, как с человеком. Ну, так вот, они говорят, он хороший человек, я говорю, ну как, ну он же с гнильцой, видно же, что человек гнилой. Нет, ты его просто плохо знаешь, он очень хороший человек, он просто душа компании, он такой вот, то хлебосольный, он приезжает нам, привозит пиво, полные сумки продуктов, ну, вы знаете, как подкупает. Вот я считаю, что это купить ваше расположение, то есть, бабки, он видно, на донатах хорошо зарабатывают, почему не купить ему, значит, там какую-то там коробку пива, которая стоит копейки здесь, вода стоит дороже в Америке, чем пиво. Вот это вот восточная, восточная психология, просто купить расположение, и я это вижу, Юрий этот не видит, понимаете, причем он такой душка сам по себе, Юрий такой вроде хороший, вот вчера был стрим у Бабича, опять этот, они опять у Юрия, опять они там жарят какую-то рыбу, Бабича опять несет просто полную чушь, опять правосильного, да, и они все вокруг него, все равно мы его любим, он такой хороший, он такой хороший человек, вот именно, вы видите, что гнильца, я вижу, что гнильца, хороший человек, и куча донатов ему донатят, этих людей, которые уже видели, или после вот этого интервью вашего последнего, да, с ним разговора, где он про пальцы сказал, но уже дошло, что он оправдывает, вот это. Это не мой, это Беларусь говорил. А, Беларусь, да, Беларусь, да, да, извините, Беларусь, но вы упомянули, водитель из Беларуси, да, но вы упомянули, вы упомянули этот момент, а я потом пересмотрела этот с ним разговор с этим беларусом, и то есть уже люди-то знают, слышали этот разговор, до этого был разговор с царевичем не один, до этого разговор был с Винни-Пухом, с вами было уже несколько разговоров, да, со мной было несколько, каждый раз пишут, ну, теперь он себя показал, вот он теперь себя показал, вот сколько раз можно показывать себя и каждый раз оправдывать, что мы его не так поняли, мы не так услышали, мы что-то не так догнали, этот Юрий мне говорит, вы просто не дали ему шанса себя показать, да сколько уже можно показывать себя, и продолжают подписываться, я не знаю, кто подписывается, это уже украинцы, может, к нему подписываться, потому что непонятно мне, скорее всего, вот и я того же мнения, думаю, наверное, уже украинцы пошли. Во-первых, он поскольку в Штатах зарегистрирован, да, он же в Штатах зарегистрирован, да, вот, его же не курируют украинцы, у него не стоит этот серый режим, как у меня, потому что я серьезно говорю, я никогда не поверил, что ему разговор с Шарием, который набрал там, говорят, 16 миллионов в ТикТоке, там, и миллиона полтора в Ютьюбе, на разных площадках, да, у меня набрал 54 тысячи просмотров. У меня с Баби чем больше набрал, чем с Шарием, понимаете, я кого не спрошу, все смотрели, все смотрели там, но у меня на канале он не набрал вообще ничего, 54 тысячи просмотров. Это Шадоу Бен, это Шадоу Бен, и Шадоу Бен, это означает теневую бан, то есть вы в курсе. Теневой бан, да. Я тоже заметила, как только у меня видео выходит, мы делаем американцы, американские блогеры делают обзор событий на фронте, и его канал демонетизирован, у меня просмотров нет, хотя абсолютно интересный перевод американских блогеров, которые рассказывают, что происходит на линии соприкосновения, то есть они говорят, вот что говорят средства массовой информации в США, а вот что на самом деле идет рассмотр по картам, идет рассмотр по геолокации, где там находятся реально наши люди, что там вот это фейки, что там все наши самолеты сбили, и эти самолеты уничтожили, и эти уничтожили. Он доказывает, что это были фейки, показывает интервью какого-нибудь генерала НАТО, который говорит, что это неправда, у них авиация лучше, чем когда бы то ни было у русских. А в Твиттере уже все самолеты наши сбили. И это несет, какой-нибудь такой фейк украинцы вкидывают, и несется по всем средствам массовой информации. Все из Твиттера выходит. А там целая армия сидит, вот этих вот собакоботов украинских. И только я выложу такое видео, которое просто бомба, просто бомба. Вот вообще нет просмотра. Вообще нет просмотра. Как, как, ну вот если я расскажу про Краснодар, да, слава Богу. Благодаря, я думаю, вам еще в том числе, Федор, что вы там свой линк бросите у себя на канале. И у меня идут просмотры Краснодара. То есть они хотя бы из теневого вытаскивают. Если только это касается событий на Украине, мгновенно этот ник вообще не выходит. И демонетизировано сразу это видео, сразу полностью. У вас канал интересный? Подача интересный? Вот я серьезно говорю. Вы так рассказываете о Краснодаре и о России, как не рассказывает никто. И показываете такие вещи, которые никто обычно не показывает. Совершенно бытовые там продукты, которые купили, кафе, блюда, магазины, автомобили, там парк. Ну вообще все. Причем вот это ваша энергия краснодарская. Причем пробивной. На самом деле впечатление-то... Да, на самом-то деле... Хотя вы знаете, у меня вот есть знакомая, да, в Краснодаре. К ней приезжала подруга тоже из США, которая здесь вообще живет в каких-то горах. Чуть ли не на ранчо. Она здесь была преподавателем пианино-музыки. Вообще вот со степенью... Академия, вот искусство у нас, Академия искусства, она была с этой степенью. И она в филармонии там была. Такая вот вся такая, знаете, искусственно... С искусством связана женщина. Приезжает, вышла замуж за американца, живет где-то на ранчо, где-то в каких-то горах. Свиньи-козы ходят, приезжает в Краснодар. И она говорит мне... Вот моя знакомая, с которой... Вот у меня репортаж есть из Геленджика. Вот мы с этой подругой ездили в Геленджик. И она говорит, Юля, я в шоке, что вы просто восхищаетесь всем. Говорит, я вот приезжала, эта подруга с Америки, все обгадила. Все обгадила, все. Ей не нравится ничего. Причем, говорит, приехала первым делом, побежала к стоматологу, все зубы сделала. Вторым делом к гинекологу, все проверки сделала. Третьим делом к терапевту, проверила себе все. Потому что в Америке же дорого. Она говорит, а как ты все критикуешь, если ты, говорит, приехала? И говорит, бегом, у нее дня свободного нету. Потом бегом к парикмахерам, бегом к косметологам, бегом, потому что тут все дешевле, качественнее. Потом надо одежду купить, потом надо обувь купить. И она говорит, я в шоке. Она говорит, только у тебя минуты нет свободной, ей надо успеть за 10 дней, которые она там, допустим, приехала, вот такой список, значит, успеть сделать, чтобы набрать на год вперед всех этих услуг, сервисов. Закупить медикаменты надо, потому что куча безрецептов можно купить, которые в Америке, вы даже коту от глистов таблетки не купите безрецепта. Понимаете, начала пойти... А кота лечить дороже стоит, чем человека. Потому что на человека вы еще можете страховку купить, а на собаку и на кошку... Ну, в принципе, существуют и на животных страховки, но это, понимаете, это дороже, чем на машину страховка. То есть вы будете за человека платить 500 долларов, 800 долларов, 1000 долларов в месяц страховку медицинскую, чтобы потом пойти и еще доплатить. То есть вы не будете хотя бы платить всю сумму за, допустим, зуб, но вы все равно 20-30% в зависимости от ваших сроков еще доплатите сверху, кроме того, что вы заплатили. И вот она... А кота, собаку... Да, вот у меня сейчас тоже печальная ситуация. Может, вы видели видео, я говорю много раз. Если я вижу Бигла, в Краснодаре люди ходят с Биглями, собака, Бигль. Вот у нас было 12, ему с половиной лет был, он заболел, и у нас я нашла... Никто вообще американцев не брались его лечить, нашли меня уже через пятый там знакомый, белорусский врач, ну такой тоже по еврейской программе уехал, но он из Беларуси. Он сказал, была бы ты в России, у него грыжа там образовалась, через которую он не мог пищу пропускать. И он говорит, в России бы за 200 долларов тебе бы вырезали, если бы не за 100, эту грыжу, и 30 минут операция, и через у тебя неделю собака бы уже бегала, как без проблем. Я пошла тут, и говорю, сколько будет стоить? Они говорят, во-первых, мы вообще не возьмемся, одни не возьмемся, вторые не возьмемся. В итоге нашла третьего, который мексиканский, какая-то ветеринар, который вроде в Мексике у них похоже, как у нас медицина работает. Мы говорят, я могу вырезать, это будет стоить 10 тысяч долларов. Ну, это уже смешно. Ну, не смешно, мне, конечно, собаку жалко, но 10 тысяч долларов за вырезанную никто не будет платить. Это только потому, что миллиардер какой-то, который заплатит 10 тысяч долларов. Ну, все. А если бы я платила страховку бы на собаку, это бы мне в месяц обходилось дополнительно 300, 200, 300 долларов дополнительно каждый месяц, чтобы иметь страховку на собаку. А может, она не заболеет никогда. Она никогда не болела, и вот на тебе. Вот. Ну, сказали, что это уже от старости такое как бы. Ну, и то, я говорю, хорошо, мы сделаем за 10 тысяч долларов, сколько будет он проживет. Ему 12,5 лет. Они говорят, ну, еще полгода проживет. Ну, смысла уже не было. И то, это не факт, что он выздоровеет. В итоге пришлось... В таком возрасте можете операцию. Да, вот она сказала, так это единственный врач из пятерых, к которому мы обратились. А этот ветеринар белорусский сказал, говорит, такую грыжу в Союзе вырезали за 20 минут, и еще собака будет жить. И это будет стоить максимум 200 долларов. Максимум. А то, говорит, и того дешевле. Вот. А вот как думаете, почему эта женщина приезжает в Краснодар и так вот все ругает? По какой причине? Ну, вот как Бабичев. Бабичев номер два. Понимаете, она же не может... Во-первых, люди, когда живут в замкнутом круге, она, может быть, и не видит, что в Америке происходит. То есть она живет вот там на ранчо где-то. Может, где дорога к ее ранчо может быть асфальтированная. Может, уровень жизни там, наверное, на ранчо достаточно примитивный. То есть на театре маникюр-педикюр она уже махнула рукой, дороги не видит она. Если она в горах, она не видит то, что границы открыты, и приходят караваны мигрантов. Я вчера видела четырех, которые сидят на обочине, просто сидят четыре черных, явно, ну, не африкан-американ, ну, не африкан-американ, а африкан-африкан. Они отличаются. У них нос другой, губы другие, цвет кожи другой, когда вот они с Африки приехали. И они сидят, трое из них, а я ездила к дочке помогать ей к свадьбе, вот следующее воскресенье свадьба, я приехала заранее, чтобы помочь ей декорации там всякие сделать. Я приехала, там надо было кое-что помочь, я еду к ней, и вот они на бордюре, на дороге сидят. То есть местные люди бы, они не сидели бы на бордюре, на дороге, на обочине. Значит, это вот эти вот свежеприехавшие через границу, мы их называем ньюкамерс, потому что если назвать их не очень легальные, ну, не очень легальные, это банится Ютубом, слово нелегальные нельзя использовать, надо говорить не очень легальные, или ньюкамерс, это новоприбывшие, вот так надо говорить, иначе сразу бан, shadow ban. Вот, и они сидят на обочине, я такая раз, сразу посмотрела, думаю, началось, короче, уже сидят по обочинам вот эти товарищи. А потом от дочки выхожу, сделала все, что-то мне надо было помочь, выхожу, а там три полицейские машины. В общем, я поняла, что уже что-то случилось, что вызвали именно вот в этом месте, где они сидели, потом их там не стало, а три машины там, значит, стояло. Видимо, кто-то пожаловался, что-то произошло. В общем, там бегали соседи, что-то названивали, и вот эти полицейские, видимо, их паковали. Вот, в общем, вот такая вот ситуация началась. А почему она не видит, я говорю, потому что, так же, как вот эти вот евреи, которые, как вот Бабичев, сидят в своем узком кругу, они просто сидят в узком кругу, общаются только с русскими, либо русскоязычными, да, они английского обычно мало знают, они не смотрят американские каналы, не слушают американские новости, не смотрят заседания конгресса, не смотрят, что происходит там во время голосований, что в Твиттере, например, происходит, не читают соцсети американские. Они живут вот, либо в русской рулетке, и рассказывают, какая Америка великая, не осознавая, что Америка уже, уже давно позади, та Америка, которой они мечтают, великая, ее уже нет. Вот, и эта дама, она может быть смотрит либеральные каналы, какой-нибудь СНН, смотрит, сидит там на ранчо, людей не видит, английского не знает, либо смотрит либерального какого-нибудь новальнистские каналы, либо может СНН какой-нибудь, радиосвобода какой-нибудь смотрит, и там вот вливают, что экономика прекрасна, у нас инфляция 3%, всякие бутылки воды минеральной, я уезжала, было 79 центов, то есть это 1 литр, это, грубо говоря, 1 долл, ну, 80 центов бутылка воды, минеральной, литр, сейчас я приехала, доллар, 6 месяцев прошло, 20 центов добавилось, это сколько в инфляции, это 3% инфляции, 20%, 20%, ну, 80 стало 100, на 20% повысилась стоимость, на 20 центов повысилась стоимость. Бензин подорожал или нет? Бензин подорожал, то есть я улетала, самый дорогой был где-то, самый дорогой, не дешевый, самый дорогой был где-то 3,50, 3,25, 3,50, теперь уже 4, 4,50 я вчера даже видела, вот, но в Далласе обычно всегда дешевле, чем в других штатах, потому что в Техасе свой собственный, ну, бензин, нефтеперерабатывающие стоят заводы, то есть если вы поедете в Калифорнию, я уверена, что там уже за 5 долларов, потому что был спад одно время, а почему был спад, то есть цены были, падали на бензин, потому что они распродали стратегические запасы, то есть они 70 или 80% стратегических запасов распродали, для того, чтобы держать цену, когда, значит, начала цена расти на нефть, когда они санкции на Россию наложили, да, цены начали расти, они, чтобы они не росли, не сказались на Байденовской, значит, вот этой вот предвыборной кампании, они начали распродавать стратегические запасы, распродали 80%, а Байден сказал, мы сейчас поставим вот такие 60 долларов за баррель, вот это вот, помните, ограничение было поставлено, чтобы выше 60 Россия не могла продать, а она улетела уже 85 за баррель нефть, средняя цена, там, конечно, в зависимости от марки, там Уралс, по сравнению с ихними, а им надо хранилища заполнить, а им надо хранилища заполнить, а он же говорит, мы сейчас ее снизим, мы там добьем санкциями Россию, они будут продавать за без ценок, мы ее собьем, мы заполним, так вот, Такер Карлсон выступал на днях и говорит, вы слышали новость? Байден сказал, мы уже не будем заполнять, хранилища, потому что цена-то улетела в космос, и нефть каждый день растет, я вот проверяю биржевые ставки, да, сегодня даже смотрела, то есть это, значит, то, что обещалось, что мы сейчас Россию, значит, добьем, вот я, значит, смотрю график цены, ну, вот уже 83 доллара, да, за баррель, то есть, если смотреть, допустим, за 6 месяцев, то 6 месяцев назад было 68, не знаю, видно, вот график, да, цены, ага, 68 долларов было за баррель, это, значит, в январе, а теперь уже вот было 87, пару дней назад уже 87 долларов за баррель было, как при такой цене они могут заполнить хранилище, продавали-то по 70? Ну, они могут заполнить, но они попадут на большие деньги. Конечно, продали за копейки, а продавали-то по 60, по 70, чтобы держать эти цены нефтяные, а теперь они уже не могут их больше сдерживать, потому что, во-первых, значит, украинцы там бомбят наши, значит, нефтепрорабайтовщие заводы в России, которые американцы кричат не бомбить, и они продолжают бомбить, и, соответственно, уже что осталось, осталось последние 20% со стратегических запасов продать, чтобы удерживать цены, то есть цена на нефть прогрозируется, что будет до 100 долларов за баррель. Вот как было, помните, тогда еще самые наши лучшие времена, когда они, ой, Россия встала за счет, значит, когда там было и 100 долларов за баррель, или 120 даже было долларов, вот мы туда движемся, вот уже было 87, это, грубо говоря, 90 практически было за, все, мы уже почти там. Юля, Юля, да, да, Федор. Остановись. Я спредерывать буду иногда. Я просто хочу сказать, мы уже улетели в разговор, который надо будет показывать, вот, зрители так и не знают, что вы из Краснодара вернулись в Техас, сейчас вы говорите из Техаса, из дома, вы приехали на свадьбу дочери, да? Так, так, да. То есть по делам. Причьлось. Да, и то, что вы мне написали, как же это, буквально двумя фразами вы сказали, дороги убиты, что-то еще вы такое сказали. Бизнесы, закрыты бизнесы. А, да, закрыто много бизнесов. Дороги убиты, закрыто много бизнесов. Вот, но я-то с вами хотел поговорить, на самом деле, не об этом. Хотя это тоже полезно, интересно, об этом сейчас будем продолжать говорить. Я с вами хотел поговорить, вот как вы, как русская жена, именно русская жена, да, чувствовали себя в Техасе, и как к вам относились, как к русской жене. Ведь вы же с вашим краснодарским менталитетом должны коренным образом отличаться от американок. Ну да, это же так. Как и в том это проявлялось. И вот это интересно. Так и есть. Ну, у нас русская жена, я-то не одна была, то есть, как бы нас-то тут много, но даже, скажем, наверное, больше было украинских жен, по сравнению с Россией. Много очень тогда при распаде. Да. Неважно. Ну, чем отличаемся? Не разрешаем ботинки, в ботинках ходить по... в доме, да, не разрешали ходить. Готовили борщ, заставляли мужа есть этот борщ. Запрещали пить кока-колу. На завтрак, на обед и на ужин, что удавалось трудом. Ну, по крайней мере, мужа приучила ботинки снимать перед входом в дом. Я вам рассказывала в последнем ролике, что, когда я ему сказала, по ковру, ни в коем случае по ковру не ходить в ботинках, он подошел к ковру в ботинках, снял их и поставил их на комод. Я не знаю, если вы это видели, это было мое последнее видео по поводу моды. Мода между, значит, одеждой, как и американки, отличаются от русских в плане одежды. И там я этот момент привела, что, говорю, настолько психология наша разная, что я ему говорю, купили, сделали ремонт, постелили новый паркет и купили новый ковер персидский. Я ему говорю, по паркету не ходи в ботинках, но тем более на ковер. Если, говорю, на ковер, это все, конец будет. И он, я захожу, открываю дверь, и на комоде стоят ботинки. Не просто ботинки, а вот, знаете, которые для походов, бутсы такие, вот эти вот просто со шнурками. Я думала, у меня будет инфаркт, я подхожу к нему, я говорю, как, что, как они тут оказались? Он говорит, ну ты же сказала на ковер не вставать. А он дошел до спальни, да, открыл дверь, а тут ковер. И он, ковер, она же сказала, ни в коем случае на ковер. А на комод поставить без проблем. Ну, такие как бы моменты. Ну, теперь уже все, никто не ставит ни на ковер, не ходит, не ходит в обуви, разумается мгновенно. Да, борщ уже любят, все борщ едят, все родственники теперь привыкли есть борщ. Первый раз я притащила с собой, значит, этот, вот что был последний, самый для них был культурный шок, для американских родственников. Я помню это, как сейчас, как раз я приехала перед Новым годом, и я пригласила семью мужа, все американцы такие коренные, да, то есть, никто не помнит уже когда. Сходят слухи, что с Шотландии они переехали. Но это так далеко уходит там века, что это, ну, за 200 лет назад они переехали. То есть, очень-очень-очень давно там, какой-то пра-пра-пра-пра-пра, какой-то дедушка со Шотландии был, фамилия шотландская. Вот, и, значит, приехали они, а я, значит, из Краснодара, представляете, притащила фарфоровый сервиз. Тогда еще у нас были чешские сервизы модные, Богимия Плюс. И у меня свадьба была в Краснодаре, подруги подарили мне в Краснодаре этот сервиз. И набор серебра, ложки серебряной вилки, так как приданное, я, значит, притащила с собой. И я насервировала это все, значит, я выставила какие-то тарелки, значит, они такие... Накрыла поляну. Накрыла поляну, золотыми ободочками, значит, тарелки, разложила серебряные вилки, ложки, ножи, да, борщ сварила, а все это, значит, и приходит семья, представляете, значит, в кроссовках, и по моему паркету попытались в кроссовках пилиться. Я, значит, оставила их разуться, это был первый шок. Потом они, значит, уселись, и они были в шоке от этого серебра, фарфура, хрустальных бокалов. Я не могла понять, почему такая вот реакция. о-о-о, там они все, о-о-о, боже мой, как же так, это же будешь это все мыть. Я такая думаю, ну да, нормально, помою. А потом, значит, оказывается, через время, там, через муж недели нас пригласили в гости к его родственникам. Я пришла, пластиковые стаканчики, пластиковые тарелки, пластиковые вилки, все одноразовое, и стоит большая, огромная такая мусорка, такой прям бак мусорный. То есть ты это все кушаешь и просто выкидываешь в мусорку. Вот и все. Поэтому они очень удивились, как же я это все буду мыть. Вот это наша основная, это огромная разница. У нас даже в умне пришло, что ты приглашаешь гостей домой, и ты не накроешь красиво стол. Скатерть я привезла, льняную скатерть, да. Ну, по крайней мере, одноразовую посуду у нас. Нет. Нет. У нас даже бомжи не все ставят. Еще очень сильно удивились, когда я один ролик записывала. Мне сказали, ой, да, она с какого-то там, она в Америке жила там, бомжевала, была бомжом. То, что приборы не меняют. Не меняют. Для меня это тоже был шок, что не меняют в ресторанах приборы. Знаете, вот вы покушали там, допустим, второе блюдо, да, или там салат вы покушали, ждете, что там принесут основное блюдо. Либо десерт. И вот у вас ножка и, там, ложка, извините, нож и вилка. И вот так вот вы положили на тарелку, да, ну, закончили кушать, положили. И это самое, подходит официант, и вот так вот стоит, как бы взял тарелку за кончик, да, и стоит вот на тебя, смотрит. А я не могу понять, в чем дело, пока смотрю, все остальные за столом, они взяли эти вилки там с ножом, достали вот так вот, да, и назад на салфетки поклали. А я, а что происходит? Они говорят, ну, официант ждет, когда ты уберешь приборы. То есть их надо забрать с собой. Я говорю, а дальше что, что, облизать их надо или что? И вот так это нормально, то есть они не меняют приборы. Когда вы покушали, это если вам одноразовые не принесли, если вам принесли нормальные, то приборы надо, тарелку меняют, а ложку, вилку не меняют. А в Краснодаре в обычном кафе, я не говорю там про ресторан, а просто обычное кафе. Ты покушал, тебе меняют, приносят, ну, допустим, сменное там блюдо, и к нему приносят пакетик, и там не одноразовая ложка вилка, а обычная, нормальная, красивая ложка вилка, она другая. И десерт опять другой принесли. И еще мало того, что десерт там к пирожному ложечка, еще кофе, или там капучинка, еще там маленькая другая ложечка. Ну, это, для Америки это фантастика. Это просто, это сервис, это просто, может быть, даже в пятизвездочном ресторане сейчас такого не будет. Вот из таких вот тоже моментов. Вот то, что чистоту мы любим, да, то есть заставили, я заставила его сразу же, кошачьи там какие-то покрывала, на которых кошки там кругом спали, все с такими волосами, это все ушло сразу в утель, мебель там, в общем, как стал человеком, да, и все вот жены, кто русские жены, если вы к ним заходите домой, то отличается очень сильно и содержание холодильника, и как мы тут питаемся, что мы едим, то есть всех уже начинаем заставлять отказываться от фастфуда, не пить кока-колу, не разрешаем ее домой покупать, холодильники заставлять. В то время, как в американскую семью вы придете, там будет вот эта вот еда, которую мы есть вообще не будем. И даже не посмотрим на эту еду, не прочитаем. И завтраки готовите. И завтра, вот сегодня я уже сыну с утречка оладиков с такими, с блубери, это черника, с черника уже, а голубика, с голубика уже оладиков сегодня ему сделала. С утречка встала, он уже скушал гору оладиков свежие. Мама вчера промоталась в магазин, 200 долларов, Федор, помните, вот одна моя поездка в магазин, 200 долларов, это я не брала вообще мясного, ничего, это без мяса. И этот, когда я в самокате тогда заказывала, мне привезли, во-первых, доставили домой, мне надо было самой ехать за 5 километров в магазин, мне в самокате доставили домой, через 30 минут после заказа, огромное количество еды, на 2 недели мне хватило. И это обошлось, это в 6 тысяч рублей, было куча комментариев, что как это дорого, как дорого мне привезли еды, что можно дешевле было, где-то в другом магазине заказать. Но качество еды было потрясающе. Упаковка вся этого самокатного, много было без сахара, варенье было всякое без сахара, натуральные соки я заказала, которые прям натуральные, в них сок, вот просто вот этот фрукт, который был там персик, это значит персик, все, ничего там больше не добавлено туда, никаких не будет там диоксидонов, сульфоров, ксамоксинов, вот это вот опять вот такой список всякой ерунды добавлено во все продукты, которые здесь ты покупаешь, даже если ты покупаешь органик. Вот качество, вкус продуктов просто отличается разительно. Вот, и говорю, вот 200 долларов, это ничего мясного я не купила, и так вот, ну, просто базовый, базовый набор продуктов, бутылка молока, пакетик масла, упаковка бананов, вот такая маленькая коробочка малинки, вот такая маленькая коробочка там, это ягод каких-то там, воды минеральной купила, ни хлеба, никакого спиртного я не брала, а не мясного, ничего, 200 долларов. Вот смотрите, интересно будет посмотреть, вот у американцев среднего остается после уплаты страховок, налогов, там, за квартиру он заплатил, вот у него остается на руки, сколько он может купить, да, и чего потребить. И в России, россиянин, допустим, то есть он получил зарплату, налоги ему не надо, ну, налоги заплачены, страховку раз в год мы платим, она небольшая у нас, ну, за машину я имею в виду, медицинскую вообще не платит человек, если зарплату получает. Вот он получил, допустим, ну, сколько там, 50 тысяч, да, это, грубо говоря, там, 500 с небольшим долларов, да, вот, вот что он на 500 с небольшим долларов получает в Краснодаре, и что на оставшуюся сумму после выплаты всех страховых налогов покупает американец на эти же деньги. Я тут смотрел, кстати, одного ирландского экономиста, он скажет, что поскольку покупательная способность в доллары в России как минимум в 4 раза больше, то есть ты на 100 долларов в России купишь в 4 раза больше, чем в Европе или в Америке. Однозначно, да, я уверена. Если не больше. То получается, в России, говорит, уже, ну, потребляют не намного меньше, чем потребляют в Америке. Получается. Ну, то есть, 500 долларов в России, это 2000 долларов в Америке, которые тебе остаются на себе. Ну, я говорю, если не больше, просто я смотрю, что на 100 долларов в России можно таки больше купить, чем то, что я купила сегодня, ну, вчера, точнее, в магазине. Если бы я вот купила 200 долларов, если бы я на 100 долларов купила, то это было бы, ну, вообще очень бы мало, что, ну, вообще ни о чем. То есть, меня вот просто элементарно приготовить, покушать, я бы половину этой продуктовой корзины, да, борщевой корзины, я бы не смогла купить на 100 долларов. Я говорю, даже в 200 долларов у меня мясо не вошло. Я просто купила. А самое обычное, я это видео записала, я записала, прям прошла, цены поснимала, и чек сняла. Я его выложу, мне надо просто вот редактировать это видео, я его выложу. 200 долларов, это примерно 18 тысяч, 18-19 тысяч рублей. Да, да. То есть, на 18-19 тысяч рублей, конечно, ты в магазине купишь и курицу, и кусок говядины, нормальный большой, рыбу, там, консервы тунца, фрукты, крупы, сыр, там несколько, ну, то есть, ты корзину набьешь, и там, там все будет. Ну, вот я говорю, что самое большое, что я заказывала, это я огромное количество продуктов заказала в самокате, с доставкой, мне пришли, привезли домой, мне не надо было ехать ракетить на бензин, и это было 6 тысяч рублей. Это мне еды хватило, вот так, на 2 недели. Я просто смотрю разницу, то есть, я думаю, что это даже больше разница, чем в 4. Наверное, тоже в зависимости от того, что ты покупаешь, если не брать там деликатесы, какие-то и так далее. Вино, я посмотрела, просто для интереса, я ничего не брала вино, но я помню, что в Краснодаре брала мой любимый мускат, итальянский, он был 900 рублей, то есть, это где-то, говоря, грубо 8 долларов. Здесь были очень дешевые итальянские вина, от Порсака, заканчивая там, вот этими разе, всякими разными, они в пределах 5 долларов. Я думаю, это санкции, это, видимо, результаты санкций, из-за которых вот так вот настолько дороже стоит вино, хотя в Америку дальше его везти, чем в России. Ну, у нас все пошлины ввели. Еще, видимо, пошлины даны эти импортные вины. Наши ввели акцизные сборные импортные вины, да, чтобы своего стимулировать. Крымские, кубанские вины, вот которые у нас есть, эти винодельные, черноморские. Вот, еще вопрос, вот смотрите, вы сына сырничками кормите с утра, а как же он за американку выедет? Как же он завтра? Нет, нет, вариантов не может быть с американкой. Вот вариантов нет. Сам будет сырники, если говорить. Я говорю, ну, ты любишь борщ, ты любишь плов, ты любишь сырнички, ты любишь блинчики. Я говорю, ну, вариантов нет, тебе надо только же, только русскую жену. И он уже это осознает. С девочками тут вообще проблема, я там во многих видео говорю, что это не только у моего сына, а вообще у многих мальчиков старшие классы, и вот уже колледж, да, колледжи, они даже не могут найти девушку встречаться, не то же там жениться, встречаться не может найти. Я говорю, познакомиться, да, он или друг его познакомится, потом там два-три дня выясняется, она говорит, я еще не определилась, я вообще-то мальчика хочу или девочку, я еще не решила. Вот это вот, вот так вот голову уже девочкам здесь заморочили, представляете? Если симпатичная белая девочка, то есть он говорит, ну, в колледже 30% сразу китайки, азиатки, 30% индуски, большой процент черных, белых вот так, и на эти белых уже голову вбили, что, ну, они либеральные, то есть они не могут определиться, то ли девочек люблю, то ли мальчиков, либо им уже внушили, как вот это Кардашьян у нас, что он должен быть черный. И уже очень много пар, я вижу, что очень красивая девочка, и она с огромным черным, ну, товарищем идет, да, вот это тоже очень печально наблюдать, что вот это, то есть раньше даже представить себе нельзя было, что это, у них вот даже возникала, ну, симпатия, родители это одобряли, а сейчас это из всех телевизоров втуляют, что если Кардашьян, все ее мужья были черные, значит, соответственно, все это, все красивые женщины, и такие успешные, они должны быть все только с черными, то есть это вот, вся реклама идет только межрасовых браков, любая реклама на любом YouTube-канале, вот на YouTube-канале, кстати, я хочу сказать, даже если буду я ваш ролик смотреть, Федор, он монетизирован здесь, то есть YouTube бабки на вас зарабатывает. Я смотрю ваш, вот я смотрела ваш ролик вчера, вот с этим мужчиной, про который вы про Азов говорили, про Киеву, реклама несколько раз шла, то есть они ваш ролик монетизируют, в себе, в карман, они просто вам ничего не платят за это, ну так же, как и мне, то есть когда я в России, и кто смотрит из России, я не получаю никакой монетизации вообще, только монетизация идет за счет русскоязычных, которые смотрят из США, например, или из Европы, ну таких там 2%, 98% это русскоязычные, которые в России живут, в России живут, и монетизации мне нет даже, то что я в Америке оформляю, так же Бабичу, Бабичев бедный, тоже присел, так прилично на деньги попал, потому что его-то аудитория русскоязычная, все, кто россияне, он на них не монетизируется тоже никак, то есть он сильно теперь припал, но он за счет украинцев теперь нагоняет, видимо, украинцы смотрят, Украина монетизируется, плюс донаты, кто ему шлет донаты, почему люди шлют донаты, зная его позицию по России, для меня загадка. Не будем опять про Бабичев, опять мы свернули, про Шарьев. Это просто соматизация, да. Я забыл сказать, вот при встрече, что ты популярнее Шарьев, что с тобой ролик набрал больше, чем с Шарьем. Все это про Бабичев, про Бабичев, все, не надо прощать. Ну ладно. Ну я к тому, что они на вас не стесняются зарабатывать. Реклама в ваших роликах очень даже активно показывает. Мне интересны изменения за то время, пока вас не было в Америке, да, вот вы были где-то полгода в России, в Краснодаре, полгода, да. И за полгода вы приехали, что вам бросилось в глаза, может быть, из-за того, что вы раньше не замечали, или, к примеру, по-другому стали к чему-то относиться. Но меня ощущение интересует. Вот когда ты из одной жизни попадаешь в другую. Я очень надеялся на Мишу из Канады, очень надеялся, что он приехав из Канады, побургавшись в Севастополе, вот эту ценную информацию даст. Ощущение от жизни там, ощущение от жизни здесь, в Севастополе. Как он, с какими ощущениями он живет. Ну, случилось несчастье, к сожалению, я очень вот, ну, выражаю соболезнования, пользуюсь, ну, поводом, да. присоединяюсь к вашему. И хочу вот эту же разницу, чтобы рассказали вы, вот разницу ощущения. Потому что я, допустим, приезжаю из своего Логовской области в Москву, я чувствую время и пространство совсем не так, как у себя, другой там жизни. Там в Крым приезжаю, тоже другие ощущения, да. Чего уж говорить о другой стране. Ну, Ну, что я скажу, вы сейчас, фото, удивитесь то, что я скажу. Я думаю, что на меня сейчас нападут многие вот это вот русскоязычные евреи из всяких Бруклинов и Пенсильвании, да, которые живут в своем кружке узком, которые не были в России сто лет. Они сейчас меня не поймут и начнется на меня сейчас травля. Меня же уже сказали, что я агент. Агент Кремля, да. Они же сказали, что я агент Кремля и меня там встретит ФБР. Ну, слава Богу, никто не встретил, всем было на меня наплевать, я спокойно прилетела. Никакой меня в ЦРУ, меня же обещали, что меня в ЦРУ уже там позвонили насчет меня. Ну, ничего не произошло. Сейчас я вам скажу, пожалуйста, ну, примите это как мое личное мнение. Если вы не были в России, и вы не летали туда-сюда, то, пожалуйста, заткнитесь и не надо на меня тут нападать. То есть, вот реально, вот зипы такие, зипы, ты и шатап, как говорится. Вот съездите сначала, поживите, а потом прийти и скажете, мое впечатление, я вернулась из цивилизованной страны в страну Третьего мира. Вот и все. Вот у вас такое впечатление. Да, у меня такое впечатление. Я вчера попала в пару больших выбоин на дороге, я записала видео про это, я еду 6 минут по дороге, показываю, какие разбитые дороги. Вы знаете, я в Краснодаре отвыкла, что такие могут быть ужасные дороги. Я привыкла, что везде хорошие дороги, включая в станицу к моим родителям. Я, вы знаете, вот это был для меня очень большой шок. То есть, еду за колеса, не боюсь. Еду за колеса, не боюсь. Я приехала, я еду по центральным улицам. Я не говорю про закоулки. Конечно, если вы поедете в Краснодаре в частный сектор, сейчас на меня тоже нападут. Я понимаю, что в частном секторе есть какие-то там такие дороги, допустим. Я не про это говорю, я еду по центральной дороге. Если кто знает Даллас, я вам сейчас назову дороги, скажите, это Престон Роуд, Престон Роуд, это Легаси Роуд. Это центральные, одни из самых основных, на которых находятся хедквотеры Боинга, например. Вот у нас Боинга офис. Я еду мимо, тут стоит Боинга офис, Джипи Морген Чейз Банк, Хьюлит Пакерт стоит офис, да, Федек стоит офис, Тойота. По этой дороге я еду просто в огромной глубины выемки, а в остальных местах вот такие заплатки. Тим, 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 и машина. Тим, 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 тим. Знаете, оно так и было раньше, я, может, просто не замечала, но поездив по Краснодару на такси, не прыгая по вот этим убохам, да, я, наверное, как-то отвыкла, я привыкла, что по центральным дорогам ты когда ездишь, то дороги везде нормальные. Тут это такая позорище, что вот эти вот просто заплатки, то есть где нет дырки, центральная улица, этот Престон, она вот идет вот так вот вообще на одна из самых старейших улиц, она через самый центр Далласа идет и вдоль, вдоль нее это одни самые, ну, основная, это как улица Красная практически в Краснодаре. И где нет дырки в ней, то есть просто такие заплатки позорные, да, то есть едешь вот так вот, просто такие вот, и видно, что, допустим, асфальт светлокричневый, а заплатки такие черные, там, 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 я даже, говорю, сняла видео прям показать людям, что я не рассказываю сказки, вы посмотрите, как даже бросаются в глаза из машины, что творится с дорогами. Одетые люди как, да, то есть я прилетаю в аэропорту, я делала видео по поводу моего, как я поражена, как хорошо одеты люди в Краснодаре, просто как они хорошо одеты. Я не говорю про там события, что мы, что я наконец сходила снова в оперу, я сходила в оперу Юнона и Авось в Краснодаре, да, я сходила в театр туда, я сходила, все вам в Далласе скажут, смотреть нечего, смотреть в Далласе нечего. Если вы попадаете, сказали, балет, я пошла, это было, может, года четыре назад на балет, вылезли вот такие толстые, какие-то балерины толстючие, половина из них были, какие-то там геи-лезбьянки и что-то там пытались изобразить. Вы знаете, после нашего балета это было просто, я чуть не вырвала, я думаю, боже мой, зачем людям это впихивать? Они сказали, что отбирать балерин по весу, это дискриминация, вы поняли? Поняли? weather с какой-то land? Представь? Тем Ganонос с вами, вы поймите, мы зайдем, вы поняли? Я застрял, вы знали, невероятно, вы上面, вы какое-то договор Vill banda я TH passageки выunde. Продолжение следует...